Еврейский квартал Антверпена считается зоной высокого риска, где возможны нападения исламистов. Бельгийское правительство намерено убрать из городов солдат, охраняющих улицы. Сохранить такую меру безопасности призывает представитель форума еврейских организаций. «Вооруженные патрули не могут предотвратить теракт, но это своего рода сдерживающий фактор», говорит Ханс Кнуб. «Если террористы узнают, что патрулей больше не будет, они воспримут это так, что им развязали руки для чего угодно. Я считаю очень важным такой психологический эффект». В мае 2014 года боевик так называемого «Исламского государства» убил четырех человек в Еврейском музее в Брюсселе. В январе 2015-го было нападение на редакцию «Шарли Абдо» в Париже, затем был сорван заговор с целью нанести удары по объектам в Бельгии. После этого армия и была отправлена на охрану населенных пунктов. На пике уровня тревоги после взрыва в Брюсселе в 2016 году по тротуарам ходило 3000 вооруженных солдат. Сейчас их там осталось только около 200. Эта операция обошлась правительству Бельгии за последние пять лет в более чем 200 миллионов евро. Министр обороны предлагает постепенно свернуть операцию до сентября, когда армия останется только на ядерных объектах. Эксперту по терроризму известно о серьезных разногласиях среди политиков и военных федерального уровня по вопросу об использовании армии. «Начальство бельгийских вооруженных сил было недовольно, во-первых, потому что чувствовало, что это не их работа, это прежде всего работа полиции», — говорит Тамар Ренар. «А во-вторых, это также сказывается на боеспособности. Войска нужно было готовить на местах постоянной дислокации к настоящим миссиям, а они были разбросаны по разным фронтам». Бельгийские власти считают террористическую угрозу и количество заговоров настолько уменьшившимися, что можно прекратить патрулирование. Но общественные организации еврейского квартала Антверпена новых нападений не исключают и обязуются сохранять бдительность.